Привет, друзья! Наконец вышел Half-Life Alyx, первая игра во вселенной Half-Life с выхода второго эпизода, вышедшего аж в 2007 году. Это обзор игры без сюжетных спойлеров, не более того, что вы знаете из описания игры. Я буду больше говорить о том, как сделаны механики, геймплей и VR в этой игре. По сюжету вы, будучи Alyx Vance, находитесь в городе 17, где вместе со своим отцом Илоем Вэнсом вы организовали сопротивление правлению комбайнов. До момента, когда Гордон Фримен проснётся, ещё 5 долгих лет. Илай выкрал данные у комбайнов, попал в плен, а вам с помощью Кулибина по имени Рассел надо его вызволить и понять, что за данные Илай выкрал. Рассел даст вам грави-перчатки, фирменный пистолет Alyx и отправит спасать отца. В Half-Life Alyx видно, что над механиками работали долгое время, возможно даже не думая, где они будут использоваться в игре. Кто-то из сотрудников придумал, например, что было бы круто сжимать банки колы и пластиковые бутылки руками. Стала бы игра менее интересна без этого? Нет. Но насколько же крутое ощущение, когда ты можешь это сделать, просто сильнее сдавливая контроллер? Или механика рисования пальцами по грязи на стекле? Будет ли это как-то использоваться геймплейно? Абсолютно нет. Но это настолько крутое ощущение, что ты можешь свои каляки-маляки стирать рукой. И таких механик полно, они в принципе не нужны. И другая компания бы не тратила ресурсы и время на это. Но это Valve. А какая прекрасная тут механика разбивания стекол. Графика в игре обворожительна. Еще не было ни одной VR игры с такой детализацией предметов и окружения. Объекты на полках выглядят живо, ты понимаешь, что вот эту коробку печенья просто кто-то взял с полки, потом небрежно кинул обратно. А здесь хозяин квартиры пихал свои чемоданы на шкаф так плотно, что потом незадачливый хедкраб, зацепив его, обрушил на себя гору чемоданов. Интересно открывать очередной шкафчик, не потому что там могут лежать патроны или что-то полезное, а потому что там может быть новый предмет, которого ты раньше не видел. И ты стоишь посреди разрушенного дома, города 17, и рассматриваешь консервную банку, читая ингредиенты. Ты слышишь звуки комбайнов на улице, звуки города. В них есть что-то знакомое, что-то, что ты уже слышал почти 20 лет назад. И это лишь добавляет атмосфере. В этот момент понимаешь, почему игра должна выходить в VR. Если бы я через монитор смотрел на текстуры сухарей, это не вызвало бы у меня таких эмоций. Да я бы пробежал по комнате, не обращая внимания на предметы. Когда ты своими руками крутишь, подкидываешь, тряся слышишь, что внутри что-то еще есть, это совершенно новый опыт. Но исследование это лишь малая часть геймплея. Часто вы будете натыкаться на комбайнов, занимающихся угнетением граждан или отстрелом зомби. Что касается перестрелок, они сделаны годны. Перезарядка простая, интуитивная. Вставлять патроны в дробовик одно удовольствие. К сожалению, оружие противников поднять нельзя, оно пропадает, как только подходишь ближе. Но зато почти у каждого комбайна на поясе или в кармане есть что-то полезное. Патроны, аптечки, гранаты. Так что лутать трупы очень полезно. Стрельба отзывчивая, чувствуется отдача. А если прокачать оружие, а делается это за материал рейзинг, валяющийся по углам, то открывается новый функционал. У дробовика добавляется гранатомет, у пистолета устанавливается оптический прицел, подсвечивающий слабые места противника, а в автомат можно загнать аж 4 обоимы сразу. Я проходил на сложном уровне сложностей. И поначалу мне было легко играть, но где-то на середине игры начал чувствоваться дефицит патронов. И перед очередной стычкой приходилось чётко продумывать, кого и как я буду обезвреживать. Кстати о сложности. Есть 4 уровня. Сложный, средний, лёгкий и история. Последний сделан для тех, кто вообще не хочет заморачиваться с перестрелками и просто хочет увидеть продолжение известной серии. Приятно, что Valve подумали и о таких игроках. У Alex на каждом из рукавов есть кармашек инвентаря, куда можно засунуть гранату, аптечку или сюжетный предмет, например батарею. Батареи часто нужны для прохождения в следующую часть уровня или открытия дверей, но они как правило лишь часть головоломок. У Alex есть в кармане мультитул, который нам тоже знаком с предыдущих частей серии, и он позволяет открывать шкафчики комбайнов, перенаправлять кабели при решении головоломок, обезвреживать мины и ещё много чего делать. Для каждого типа задач свой тип головоломок, и они заметно усложняются, чем дальше ты идёшь по сюжету. Что мне не понравилось, так это старые механики, связанные с передвижением. В игре нельзя прыгать, а когда вам нужно преодолеть какое-то препятствие, то нужно использовать телепортацию, даже если вы используете передвижение наклоном стика. Лично мне это немного разрушает погружение. В эти моменты мне надо использовать метод, которым я не привык пользоваться. Тут видно веру компании в систему телепортации. Valve считали, что это лучший метод, и под него делали игру с самого начала. И по слухам, метод передвижения стиками был добавлен только после выхода Boneworks в прошлом году. Под конец прохождения ты уже свыкаешься с этой механикой, но я бы всё-таки хотел, чтобы в будущих играх этого можно было избежать. Кроме настроек сложности и перемещения, в игре есть ещё куча других настроек. Для тех, кто смотрит геймплей на мониторе, есть сглаживание, покачивание камеры. Можно спрятать или показать интерфейс, изменить запись с правого или левого глаза. Есть настройка поворотов на стиках, поднимают ли тебя барнаклы вверх, если поймают, нужно ли руками ползать по лестнице и прочее. Настройки для людей с ограниченными возможностями, игра с одним контроллером, игра сидя, настройки для людей с предрасположенностью к эпилепсии, в общем всё, что может вам потребоваться. И под конец о производительности. У меня Nvidia 1080 Ti, и она позволяла без проблем играть на индексе в 120 Гц на максимальных настройках графики. Я ожидаю, что Half-Life Alyx можно будет запустить и на очень слабых карточках, и достаточно комфортно играть, особенно если у вас первый Vive, Rift или Rift S. По итогу я вижу хорошую, добротно сделанную игру, которая даст толчок к развитию VR-игр. В ней интересный и захватывающий сюжет, а все 7 часов игры логично-сюжетно связаны. Вы всегда понимаете, что от вас требуется, а главное, зачем вы это делаете. Half-Life Alyx уже уделывает конкурентов по детализации графики и спецэффектам. Единственный значительный минус – это мультиплеер, а именно его отсутствие. Я бы с удовольствием побегал в Half-Life Alyx Deathmatch, вспоминая старый добрый Deathmatch из второй части. Надеюсь, это лишь вопрос времени. К тому же Valve выпустят и программы для разработки на своём движке, так что эта игра, как и предыдущая часть, поможет сотням моддеров и энтузиастов сделать свои уровни, свои режимы игры и поделиться ими с сообществом. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, если понравилось, и палец вниз, если нет. Пишите вашу оценку Half-Life Alyx в комментариях, только давайте без спойлеров. Люди давно ждали эту игру, не портите им впечатление. Увидимся в виртуальной реальности. Субтитры сделал DimaTorzok